Ну, следующий вопрос. Здравствуйте. Есть ли какие-нибудь книги, объясняющие возникновение парафилии? Вот мы записали видео энциклопедию сексуальных зависимостей, отклонений. Можно сказать, что это книга, которая объясняет? Вот, поинтересуйтесь, закажите себе энциклопедию сексуальных зависимостей, сексоманий. Там очень подробный анализ. Можно сопоставить разные клинические примеры из моей практики, из других врачей. Воспользуйтесь этим. И это бесценные знания, добытые на практике, и они помогают людям справляться с теми сексуальными зависимостями. Поэтому используйте опыт мой, других врачей, и проблема будет решена. Добрый вечер. Благодарю вас, Максим и доктор Кук, за отличную работу. Хотел задать такой вопрос. Если в 37 наступил кризис среднего возраста, поддержки со стороны близких нет, родителей живых тоже нет, мужа пока не нашла, профессия тренера не интересна совсем, а ведущие мероприятия то, что нужно. Но есть проблема, начать никак не могу. Нет жизненных сил и веры в себя. Как обрести опору в жизни и веру в себя? Как поставить свою жизнь на правильную, спокойную, счастливую жизнь? И второй вопрос. Если периодически происходят события, не зависящие от тебя, как снег на голову. Например, человек остался без работы. Как не впасть в панику, убрать нервы, двигаться дальше? При стрессе какие действия, шаги должны быть? Благодарю за работу. Все ваши ролики слушаю. Такой работы на рынке психологии нет нигде. Спасибо за профессионализм. Яна Тренер. Для Яны ответ. Для Яны ответ. Мы уже с ней пообщались. Я подсказал важные моменты. Еще раз скажу и для всех. Надо посмотреть. Если здесь депрессия. Все бывает. Все бывает. Ну вот словечки такие вот. Кризис среднего возраста. Еще что-то такое. Просто вы переживаете сложный период. Вот смотрите. Вот что-то происходит не очень хорошее. Ну человек лишился работы. Одни это подстегивает. Локти в стороны. Начинает активно. Спасибо за урок. Я... Я... То, что происходит в жизни, оно происходит такое, чтобы мы решили это. И нам по силам это. Другие складывают крылышки и остаются вот с негативными чувствами. Это лишний предлог для того, чтобы пересмотреть свою жизнь. Избавиться от балласта. Двигаться дальше. Поэтому сейчас не ждать у моря погоды. А пробежать по всему городу. Найти. Организовать самой. Взять в аренду. Водушевиться. Новую программу какую-то придумать. Для людей это необходимо. Нужно. Тренер. Это востребованная профессия. Мы знаем, что сейчас у людей ориентиры здоровый образ жизни. Они с удовольствием будут заниматься. Воспользуются вашим опытом. Поэтому лишний раз не оставайтесь на месте. Не ждите. А лишний раз пересмотрите. Перелистайте свою жизнь. Возьмите весь позитивный опыт. И только вперед. Только вперед. Это поможет преодолеть этот кризис. Временный, я надеюсь. И мы продолжим общение с вами. Не теряйте время. Каждый умеет организовать свое время. Один-два раза послать свое CV это не поможет. Поймите, что работа это как охота. Надо выслеживать. Надо как на звере охота. Поэтому вот если у вас каждый день происходит интервью с работодателями. По три, по четыре работодателя. Вы за неделю весь город покроетесь. С каждым лично встретитесь. И вы найдете работу. Вот что удивительно. Даже люди, которые неграмотные, не умеют читать. Им фактически недоступна информация о каких-то свободных вакансиях. Находят. Находят себе работу. У меня был пациент. Он страдал, конечно, тяжелым психическим расстройством. Но он неграмотный. Он не умел ни читать, ни писать. И он находил себе работу. У него был метод такой. Чохан. Вот он выходит утром. И начинает. Вот отмерил на глазок. Вот этот квартал. Улицы идут. И начинает обходить. Каждую фирму предлагает свои услуги. И вы представляете, он за 2-3 недели находил работу. Его уволят, попал в больницу. А потом после больницы он находил себе работу. Никогда не оставался без работы. И можно подобрать. И по душе. Учитывая. И опыт ваш. И все ваши навыки. И главное ничего не ждать. А активно охотиться за работой. И вы переживете. Этот случай многому учит. Пересмотри. Посмотри. Что я делаю не так. И конечно вы справитесь. Я уверен, что уже в ближайшее время вы найдете работу. Найдете. Так что пожелаем Яне побыстрее осуществить все, что она задумала. Найти работу. Это самое главное. Отлично. Так. Сейчас. О, кстати, еще про работу. Сейчас ищу работу в новой стране. Старые опоры не работают, а новые пока не приобрела. Как поддержать себя? Как сохранить уверенность в себе в новых обстоятельствах? Если человек с хорошим таким настроем, он найдет работу везде. В своей стране, в другой стране. Он найдет работу везде. Позитивный настрой. У меня все получится. Я смогу. Я справлюсь. Любое начинание берем и пробуем. Делаем шаги. Вера в себя. И вера в свою жизнь. Обязательно можно развить в себе вот эту уверенность. Быть уверенным в себе, это безусловно, просто, изначально. Вот. Есть уверенность в себе. Все, все по силам, все возможно. И чувство собственного достоинства и так далее. Любите себя. Уверены в себе. И как развить? Ну, умейте не бояться браться за новое. Получается. Не забывайте похвалить себя. Нет поддержки. Сами себя похвалить. Но невозможно. Просто прожить и не похвалить себя. За любой шаг в сторону к цели нужно себя. Какая я умничка. Какой я молодец. Не забывайте хвалить себя. Я справлюсь. Я смогу. Тогда можно преодолеть любые препятствия. Хороший запал такой. Заряд внутренний. И пробивная сила появляется. И отсюда и развитие уверенности. Вот такой ответ. Здравствуйте. У меня большие проблемы и беды. Мои дети пьют. Алкоголики. Я устала. Помогите.